Питание учеников на особом контроле. В Ангарске проходят проверки школьных столовых. С инспекцией в образовательные учреждения приехали представители общественного совета родительской инициативы, местной власти и общественники. Делегация оценивала санитарные нормы, чистоту обеденного зала и, конечно же, качество блюд. В 38-й школе города Ангарска обеды для учеников на зависть разнообразные. Сегодня в меню каша, запеканка, горячий чай и фрукты. Вкусный и полезный источник витаминов, как дополнение к основному блюду. Завтра рацион полностью обновится. Что касается самого качества еды, то за него все говорят довольные улыбки учеников. Здравствуйте, приятного аппетита вам. Спасибо. Расскажите, что у вас сегодня на столе? Каша, апельсины и чай. А вот все ли, что здесь есть, вам нравится? Да. Мне больше каша нравится. Каша нравится. А вот так вот в школе вкусно кормить? Да. Всего в образовательном учреждении обучается 795 человек. Из них больше половины обеспечены бесплатным питанием. А чтобы маленьким гурманам было комфортно в столовой, обеды подаются в пять смен. Сегодня к оценке качества рациона присоединились и представители общественного совета «Родительская инициатива». Проверяем на соответствие 10-дневного меню, чтобы питание накрывалось детям своевременно, чтобы дети получали еду не холодную, теплую, чтобы еда была полноценной, чтобы в меню в рационе были фрукты, молочные продукты, мясные продукты. И чтобы все соответствовало нормам, пересмотренным Сангином и Роспотребнадзором. Все школьники довольны питанием. В основном хорошо питаются начальная школа, им все нравится. И каша, и запеканка. Подают даже фрукты, овощи. Дети с удовольствием идут в столовую. К слову, контроль качества питания – это большая совместная работа. Муниципальный общественный совет «Родительская инициатива» активно взаимодействует как с предпринимателями, которые отвечают за рацион школьников, так и с управлением образования округа. У каждого есть свои идеи и предложения по улучшению меню и его качества. Еще одной точкой инспекции стала школа номер 4. Перед поварами здесь ежедневно стоит непростая задача. Общее количество учеников – более 1300. Я хочу сказать, что у меня очень хорошая бригада поваров здесь. Здесь некоторые повара работают со мной вместе 21 год. То есть, поэтому я считаю, что они уже вообще высококвалифицированные. Они знают, как что приготовить. С соблюдением технологических карт. И все по технологии делают. Питание у нас нормально, дети кушают хорошо. То, что в столовой на вкус и цвет товарищей нет, организаторы школьного питания знают. Поэтому при составлении меню учитывают все предпочтения детей. Признаются, что из раза в раз отодвинутых тарелок становится меньше. Гречка не сухая, она с маслом. Ее приятно жевать. Котлета мягкая, курица. Чувствуется, что мяса нет. Каких-то добавочных огурчиков. Можно было бы, конечно, присолить. Но из серии соль и сахар по вкусу. То, что нарезаны, ребятишкам, я думаю, удобно кушать. Так что, в принципе, очень вкусненько. Горячее питание учащихся организовано во всех 37 образовательных учреждениях Ангарского округа. 54% посещают столовую бесплатно. И для того, чтобы каждый из ребят был доволен, а главное – сыт, проверки качества обедов проходят на регулярной основе. Ознакомиться с их результатами можно на сайте Управления образования или в школе. Наталья Хмелева, Андрей Иванов. Местное время.